Кольцо целых периодических чисел. Это ответ на вопрос, можно ли рассматривать вычеты не по модулю b, для некоторого простого числа b, не по модулю b квадрата, не по модулю b ку, а по все большим и большим степеням данного простого числа b. Вот, смотрите, давайте множество всех личных по модулю b в степени n обозначим а n. Тогда, если мы знаем остаток от деления на b в четвертой, то, разумеется, мы знаем и остаток от деления на b в кубе, и на b в квадрате, и на b. Поэтому можно себе представлять, что у нас есть такое отображение. Переход от остатков по модулю b в степени n плюс 1 к остаткам по модулю b в степени n. Как записываются все остатки по модулю b? Это не про число от 0 до минус 1. А как записываются остатки от деления на b в квадрате? Вот так. А нулевое плюс а1b, где число а1 тоже так 0 до минус 1. И так далее, и так далее. Вот, например, все остатки от деления на b в степени n плюс 1 записываются вот таким образом. Если вот дальше плюс не писать, а оборвать на а1. То есть последняя взятка а1b в степени n. Это называется проективный предел. Идея такая. Когда у нас есть множество, и отображение из множества в предыдущее, то элементом проективного предела является цепочка. Вот надо здесь взять точку, но не просто точку, а здесь при этом тоже взять точку, которая переходит сюда. Такую ниточку, чтобы в этой ниточке под действием вот этого отображения элемент переходил в предыдущие в этой ниточке. Вот это получается такое вот выражение «до бесконечности». Разумеется, с какого-то момента эти коэффициенты будут все равны нулю быть, пожалуйста. Но вовсе не обязательно. Давайте, например, подумаем, как обычное число минус 1 записывается в трагических числах. Минус 1 дает остаток имя p-1 при делении на p. Значит, в качестве ану любого мы должны писать p-1. При делении на p2 оно дает тоже остаток. p2-1, да? Тоже понятно, какой. И значит, мы должны здесь прибавить такое число, чтобы после прибавления к нему p-1 получилось бы p2-1. Ну, понятно, надо прибавить p-1 умножить на p. Легко понять, что и дальше будет ровно так. Вот если вы вот эти числа сложите, то вы получаете p в кубе минус 1. И так до бесконечности. То есть записываемое очень просто в конечном виде целое число минус 1 в кольце поэтических чисел расписывается вот так. p-1. Все элементы равны по минус 1. По минус 1, по минус 1, по минус 1. И так, и так далее. Одна из важнейших потребностей при изучении поэтических чисел это теорема, которая сформулирована на левой гостерпи. Для чего она нужна? Вот представьте себе, что мы накладываем какое-нибудь условие. То есть мы интересуемся не всеми возможными поэтическими числами, а накладываем какие-нибудь условия. Ну, например, какое-нибудь сравнение, решение или что-нибудь такое. И представьте себе, что в результате в каждом из вот этих вот множеств у нас с вами вырезалась некоторая комбинация. Не обязательно в точной степени множества. Если мы, скажем, решаем систему от трех неизвестных, то надо будет интересовать не а-н-ное, а а-н-ное в степени количества неизвестных. Так что здесь можно доверить на более хитрое. Так вот, значит, смотрите теорию. Если у нас есть конечные множества, вот здесь очень важно, я забыл написать это слово, хотя, разумеется, кто-то вбивал, если конечные множества. Дело в том, что для бесконечных легко увидеть пример, когда это просто-напросто будет неверное утверждение. Так вот, если конечные множества не пустые, то и проективный предел не пустой. Один из простых способов рассказывать доказательства этой теоремы, это то, что если приглядеться, она вообще очевидна. Но надо суметь ее как-то четко сформулировать, рассказать, чтобы не было сомнений, что она верна. Так вот, один из способов такой. Вот рассмотрим какое-нибудь множество элементов, и в нем посмотрим не все элементы, а только те, которые перешли по стрелочке. А потом посмотрим не все элементы, а те, которые перешли по двумя стрелочкам. Посмотрите, как здесь. В mn-ом некоторые элементы получаются как f. Да, чтобы не путаться с инфекциями, я везде пишу f, потому что иначе отслеживать, с какого множества в какое, работа, с одной стороны, очень простая, а с другой, в общем, ничего не дающая. Так вот, будем считать, что f это такое отображение, которое уменьшает номер множества на единицу. Так вот, mn-ное содержит в себе f от mn плюс к 1, а оно содержит f от f, mn плюс к 2, а оно содержит в себе f, взятое к 1 от mn плюс к 1. Это все конечное множество, расположенное в конечном множестве mn-ное. Значит, в какой-то момент у нас вместо включения будет все время точное равенство. Замечательно. И вот давайте теперь обозначим то, на чем стабилизируется эта последовательность множества, mn-ное с волной. В таком случае мы от вот этой вот последовательности перейдем к такой последовательности. но отображения f будут уже сюрекцией. Они не обязательно будут инъективны, потому что, ну, собственно, можно взять тот пример, с которым мы начинали для поэтичных чисел, и тогда с волной, без волны, это одни и те же множества. Они не обязательно будут инъективны, разумеется, но они, после того, как мы перешли к вот этим стабилизирующимся множествам, это будут уже сюрекцией. И значит, берем любой элемент, смотрим, какой в него перешел, любой из тех, которые мы перешли, берем, смотрим, какой элемент сюда перешел, любой из них берем, и так далее, и так далее. И так строится вот эта последовательность. Последствие, например, такое. Если у нас есть сравнение от нескольких, ну, как многочленов, или системы многочленов, которая имеет решение по модулю по степени n для любого f, то в таком случае у него есть решение и в конце целых поэтичных чисел. Ну и, разумеется, наоборот. Когда вы берете поэтические числа и просто обрезаете на некотором уровне, то есть вот здесь вот, дальше все отбрасываете, то, разумеется, вы, если было сравнение для поэтических чисел, то и для любого модуля по степени n вы тоже получите сравнение. Замечательно. Или такой вариант. Представьте себе, что у вас сравнение является формой. То есть там только однородные многочлены. И представьте себе, что по любому модулю вида по степени n есть решение, в котором хотя бы одна переменная не делится на p. Тогда, если вы посмотрите уравнение в конце целых поэтических чисел, то у него тоже будет решение, в котором хотя бы одна из переменных не делится на p. Почему? А потому что вы можете в качестве вот этих вот множеств, конечно, которые вы посмотрите, взять такое, скажите, если у вас k неизвестно, то надо взять множество, а n в степени k и из него, конечно, выбросить все точки, где все координаты делятся на p. То есть оставить только те элементы, где хотя бы одна координата не делится на p. И вот по этой теории у нас сразу получается. Легко понять, какие числа в кольце целых поэтических чисел обратимы, а какие нет. Оказывается, обратимые – это в точности те элементы, у которых а нулевое не делится на p. В качестве а нулевого можно брать любое число от единицы до p минус единицы. Доказательство. В одну сторону очевидно, если а нулевое будет ноль, то у нас будет делиться на p, и на что ни умножай, делимость на p не исчезнет. А в другую сторону, просто по индукции строим такое число, что при умножении на а нулевое плюс а первое p плюс так далее, плюс а первое п степени и так далее, оно даст единицу. Строим таким образом. Смотрите, b нулевое – это понятно, что такое. Кольцо вычетов по простому модулю является полем. То есть мы знаем, что существует для не делящегося на p числа а нулевое такое b нулевое, что а нулевое умножить на b нулевое сравнимо с единицей по модулю p. Значит, b нулевое – легко понять, что такое. Предположим, что до некоторого места мы уже конструкцию довели. То есть уже есть такие числа b нулевое, b первое и так далее, b н, ну, каждый раз в интервале от нуля до p нулевое единицы, что когда мы умножаем число, которое на а доске обозначено а большое, на число, которое обозначено b, то получается остаток один при делении на p в n плюс первой степени. То есть число вида 1 плюс p в степени n плюс 1 умножить на какое-то целое число c. Замечательно. Раскрываем скобки и видим, что последнее слагаемое, p в степени 2n плюс 2, а n плюс первое, bn плюс первое, конечно же, делится на p в степени n плюс 2. Потому что показатель степени 2n плюс 2 больше или равен, чем n плюс 2. Дальше. Что такое а умножить на b, по предположению индукции, мы уже знаем. Поэтому можно заменить а умножить на b на единицу плюс p в степени n плюс 1c. Вот это выражение преобразуется к такому. Единица плюс p в степени n плюс 1c плюс а n плюс первое, b, b, плюс а не более, b, n плюс первое, ну плюс еще а первое, p, b, n плюс первое, плюс вот так далее, плюс а именно, p в степени n, b, n плюс первое, Ну и уж передучу последнее, слагаемое. Преф-степень 2n плюс 2n плюс 1n плюс 1. Смотрите, что здесь интересно. Вот все вот, они неинтересны, потому что после умножения на премьер плюс 1 у нас получается числа, делящиеся на преф-степень 1. И вот это неинтересно. А нужно нам следующее. Чтобы вот такое число делилось на p. Ну, мы при этом вправе управлять числом b плюс 1. Разумеется, по-моему, b. У нас а нулевое не делится на p. И значит, существует не единственное такое, b плюс 1, что вот это число делится на p. Ну и все. Все. Мы поняли, какие элементы обратимы в кольце целых панических чисел. Между прочим, из этого получается все замечательное следствие. Как выглядит кольцо частного. Смотрите, все элементы такого вида, где а нулевое не делится на p, обратим. Значит, не обратим элемент p. p квадрат, p кубит. А любой элемент представим в виде, когда нам дают любое число, здесь может быть в начале несколько нулей, а дальше p в какой-то степени выносим, и там уже получается не деляющееся на p число. То есть, то, что мы оставили, это обратимое число. Значит, любое число из поля частного имеет очень простой вид. А нулевое плюс а нулевое, p и так далее, и так далее, и так далее, деленное на p в какой-то степени. При этом можно всегда считать, что так все подобрано, что а нулевое не делится на p. То есть, у нас целые поэпические числа, это числа, когда в знаменателе никакой степени p нет, и они представимы в виде вот в таком, где может быть несколько первых нулей. И тогда из них относится p в какой-то натуральной степени. А нецелые, они просто получаются, когда мы записываем p в знаменателе. Вот это и есть очень важная для математики вещь. Поэтические числа избавляют нас от рассмотрений тех аинных, где были делители нуля. Помните, с чего мы начинали? Мы говорили, рассмотрим такое вот конечное кольцо, вычетав по модулю p в степени n. В нем есть делители нуля. Например, если n равно 5, то когда вы умножаете p в кубе на p в квадрате, эти числа не равнялись, а получаете p в пятой степени, а это уже 0 по модулю p в пятой. А переход к полю паэтических чисел дает вам поле. То есть позволяет вообще не говорить о делителях нуля. Это очень упрощает рассмотрение, упрощает язык. По сути ничего не произошло. Это всего лишь способ говорить, способ изучать. но это очень помогает, упрощает многие формулировки. И, пожалуй, еще стоит сказать, с точки зрения алгебры, еще один взгляд на кольцо поэтических чисел. Смотрите. В множестве комплексных чисел можно рассмотреть корни степени p из единицы. Это будет всего p элементов. Они образуют абелевую группу из p элементов. И когда любой корень возводите в некоторую степень, то вы, естественно, получаете корень. А можно рассмотреть корень степени p квадрата, а можно корень степени p куб и так далее. А можно корень степени п степени амперсадин. Если вы берете любой корень, то есть любое такое кольцо, значит, что z, что z степени p степени амперсадин, то оно и делится. И возводишь его вот в такую степень, то опять получается корень. И легко понять, что у множества всех корней степени p степени амперсадин никаких других эндоморфизмов нет. Поэтому кольцо целых бриэтических чисел это множество, это кольцо эндоморфизмов амперсадин и группы, которое состоит из корней, степень которых это какая-то степень простого числа p. Вот фиксируем простое число p, берем корни степени p, p квадрат, p куб и так далее. Получается такая бесконечная амперсадин группа. И кольцо целых бриэтических чисел это множество ее эндоморфизмов.